В нашем муниципалитете уже с 25 июня идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Для безопасного волеизъявления славянцев созданы все условия. Подробности в нашем следующем репортаже. С самого начала жители Славянского района проявляют большую активность. За пять прошедших дней на 68 участках уже проголосовало более 48 тысяч славянцев, что составляет почти половину от числа тех, кто должен проголосовать. Многие люди активно поддерживают изменения. Славянцы понимают, что судьба поправок в Конституцию зависит от их голоса. С поправками в Конституцию я, конечно, сразу ознакомилась, потому что это же моя страна, мне в ней жить, от того, какие у нас будут законы, зависит моя жизнь, жизнь моего коллектива, жизнь моей семьи. Поэтому поправки я все внимательно прочитала. Дома, с семьей, на работе, с коллегами мы все обсудили со всем, мы абсолютно согласны. Потому что никому ничего плохого от того, что будет в стране, не будет. Будет только лучше. А это ведь наша задача жить в стране, в которой будет все лучше и лучше. Потому что, ну, Россия, она ведь для нас. Всем пришедшим на участки для голосования было важно выразить свое мнение и личным примером призвать людей к участию в определении будущего страны. Ведь предлагаемые поправки касаются многих сфер жизни, социальной защиты, бизнеса, семьи. Избирательный участок 42-35 хутора Коржевского оснащен всем необходимым для успешного проведения голосования. У нас все санитарные нормы и правила соблюдаются. Земляки, хуторяне приходят на участок, проявляют свою жизненную активную позицию. Идут с семьями, идут с детьми. Здесь атмосфера доброжелательная. Работают волонтеры, сопровождают инвалидов. Я думаю, что голосование у нас пройдет успешно. Глава Славянского района Роман Синеговский побывал на участках для голосования муниципалитета, чтобы узнать, как идет голосование. В числе проголосовавших в хуторе Коржевском был наш земляк, советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгириев. Масштаб этого события, голосование за поправки в основной закон, исторический. И стать его участником очень значимо для всех. Это ощущает каждый из проголосовавших. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».